К нумерации формул и языка арифметики. Как вообще-то это все организовать? Нам нужно немножко развить выразительные возможности арифметики в смысле того, что мы можем записать, используя ограниченные формулы и сильные формулы. Давайте этим займемся. Первый этап, который нам нужно пройти, здесь, как говорится, один из ключевых моментов придумок Гёделя было то, что он придумал, как в арифметике записать кодирование конечных последовательностей натуральных чисел. Это, как говорится, такая отдельная задача совершенно. Можно ее рассматривать вне вообще всего. Но с другой стороны, мы понимаем, что такое, например, формула. Формула – это конечная последовательность символов. Раз конечная последовательность символов, значит, нам нужно как минимум уметь говорить о конечных последовательностях. Если мы символом припишем натуральные числа, то формулы превратятся в конечные последовательности натуральных чисел. Поэтому давайте мы сейчас вслед за Гёделем, но немножко другим способом, ну или совершенно другим способом, давайте мы займемся вопросом о кодировании конечных последовательности. И так, конечные последовательности натуральных чисел Самого простого вида – это пара. Да, значит, помню первое – это конечные пары натуральных чисел. Ну, что такое порядочные пары? Пар упорядочные пары, да? Порядочные пары чисел – х и у – будем обозначать вот так. Ну и наша задача состоит в том, чтобы придумать и выразить, что самое важное, в арифметическом языке некоторое, скажем так, взаимнооднозначное соответствие между парами и натуральными чиселами. Вопрос в зале – был ли это у вас когда-нибудь еще? Одинная красивая задачка, которую обычно проходит в школе, как такое вы сказали, докажите, что множество пар натуральных чисел – счет. Это то, которое можно поставить во взаимнооднозначное соответствие с натуральным числом, значит, если множество пар натуральных чисел – счет. Это и означает, что есть такое соответствие. Здесь нам нужно чуть-чуть больше. Я хочу, чтобы вы осознали этот тонкий момент, что нам нужно не просто одно какое взаимнооднозначное соответствие, а нужно того, которое было бы выразимо в языке арифметики, причем по возможности ограниченной арифметики. Ну, по счастью, ответ простой. Самое простое, что можно применить, оно таковым и является. Ну, давайте вспомним эту картинку натуральных чисел, их пар, да? Такая решеточка, да? И вот у нас, тут у нас идут числа x, тут у нас идут числа y, а тут у нас точки этой решетки соответствуют парам, да? Пара 0, 0. А тут пара 0, 1. Точнее, здесь будет парочка у нас. 1, 0. И так надо, да? Понятно. Ну, и взаимнооднозначное соответствие. Это просто некоторый пересчет, регулярный пересчет этого всего, да? Ну, вот возьмем самое первое, что приходит здесь в голову, значит, вот какой-то такой у нас будет путь. Отсюда мы, так сказать, возвращаемся опять на ось, и вот так вот идем. То есть, это у нас будет первая пара с номером 0. Это с номером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и дальше пошло. Ну, вот эта знаменитая Кантеровская функция пара. Что про нее замечательно? Про нее замечательно, что можно просто сосчитать. Данный x, y, упражнение, сосчитать, чему равно, чему равен номер пары x, y. Кто-нибудь, ну, я думаю, что никто формулу не помнит, я ее тоже не помню, но это произведу. Формула такая, x плюс y, поможет, когда x плюс y плюс 1. Делить на 2, прибавить на 2. Вот и весит. Пересчет. Упражнение. Приказатель нужно. Очень полезная задачка. В свете, так сказать, многочисленных применений этой функции. Заметим, что эта функция является многочленом степени 2. Есть такая карема, ну, это пойния, которая говорит о том, что других многочленов степени 2 по существу нет. Есть еще другой многочлен, который, так сказать, если переставить местами x и y, получается. А у других многочленов степени 2, которые осуществляют, взаимно-однозначные соответствия, нет. А про многочленные степени, может быть, даже уже 3, это открытый математический вопрос. Описать все возможные многочлены, которые осуществляют взаимно-однозначное соответствие между парами натуральных чисел и натуральными числами. Так что здесь довольно близко до нерешенных математических задач. Тем не менее, это лишь такая классика гантеровских принципах. Поскольку у нас речь идет о взаимно-однозначном соответствии, эта функция, она у нас по паре чисел x и y, собственно, это и ноль. У нее есть, разумеется, так называемые две обратных функции, которые, кстати, обозначу b0 и 1, да, с таким способом, что b0, допустим, вот пара x и y, равен x и y, а пара x и y, равен x и y. Это, так сказать, обратные функции. Они уже многочленами не являются, потому что, так сказать, выражаются через квадратные корники, если начать тут, как говорится, подсчитывать, чему они равны. Но для нас это не важно. Но другую вещь. Вы правильно совершенно заметили, что, конечно, всевозможные b-ъекции, да, взаимно-однозначных соответствий между натуральными численными парами, их бесконечно много, если уж на то пошло, даже не еще одно. b-ъекции двое обратных. Среди них есть разные классы b-ъекций, разной степени хорошества и, так сказать, простоты. Можно отограничиться вычислимыми b-ъекциями, те, которые их можно алгоритмически, так сказать, сосчитать. Это вот то, что вы спрашивали. И да, там же существует много разных. Можно какие-то вычисленные преобразования устраивать, потому что другие бенеции, конечно, не только две. А если мы хотим так, чтобы было совсем просто и прямо многочленным, чтобы мы это удобно, то вот на самом деле, так сказать, это по существу единственное решение. Вот так. Такие тут обстоятельства. С точки зрения теории Бегёделя, на самом деле, конечно, нет никакой необходимости здесь иметь ровно многочлен. Но раз уж так получилось, мы этим воспользуемся. Как нам записать? Как арифметика может говорить о таких вещах? Ну, здесь есть только одно сомнительное обстоятельство, а именно деление на два. У нас не было деления на два. Но в языке формальной арифметики нам никогда не нужна функция именно как таковая, как функция. Нам всегда достаточно говорить о ее графике. То есть об отношении таком пара, х, крик, равна, з. Как некое отношение на тройках натуральных чисел. Вот это вот мы можем записать. Используя это уравнение, ну, вот так, что 2z, да, равно x плюс i на x плюс i. Вот это можно считать определением уже в языке формальной арифметики графика нашей функции пара. Ну, с этим мы, как сказать, вполне можем жить. Когда нам нужно что-то сказать про эту функцию, мы будем апеллировать вот к этому определению. Вопрос взял. По какому классу формулу у кукулина лежит вот эта формула? Какая? Дельта, сигма, ограничены. Сигма. Правильно. Но не только. Она и сигма, и дельта, и ограничена. Почему? Потому что ни одного квантора мы в ней не видим. Правильно? Ну, а если ни одного квантора нет, то по определению, все кванторы, которые там есть, ограничены их просто. Поэтому мы бескванторные формулы тоже считаем ограниченными. И, соответственно, она выпадает и в класс сигма, и в класс отрицания сигма, да. И, соответственно, вот эти. С парами все понятно. Следующий наш хитрый ход состоит в том, чтобы вы ввести конечные множества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...